Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы изучаем английский язык. Сегодня поговорим на очень актуальную тему, по которой я уже давно мечтал снять урок. Фразовые глаголы. Любой человек, который учит английский язык, сталкивается с таким интересным и нетипичным для русского языка явлением, как фразовые глаголы. Давайте вспомним, что же это такое. Возьмем самый обычный глагол. Смотреть. Составим с ним простое предложение. She is looking at him. Она смотрит на него. To look at someone. Значит смотреть на кого-то. Если мы в это предложение внесем незначительные, на первый взгляд, изменения, и вместо предлога at употребим предлог for, получим следующее предложение. She is looking for him. И вместе с заменой предлога мы получим совершенно новое значение. To look for someone. Значит искать кого-то. She is looking for him. Значит она ищет его. Если мы один раз заменили предлог, можем сделать это и еще раз. Меняем предлог на after. She is looking after him. Получаем еще одно новое значение. To look after someone. Значит заботиться о ком-то. Присматривать за кем-то. She is looking after him. Значит она присматривает за ним. Это и есть примеры фразовых глаголов. To look at someone. Смотреть на кого-то. To look for someone. Искать кого-то. To look after someone. Присматривать за кем-то. В английском языке существуют глаголы, которые в связке с определенными предлогами и наречиями приобретают совершенно новое значение, которое часто не связано с главным значением глагола без предлога или наречия. To look. Значит смотреть. Но прибавьте различные предлоги и получите искать, присматривать за кем-то, а также многие другие вариации. Поэтому при первом знакомстве с фразовыми глаголами можно достаточно сильно напрячься. Ведь далеко не всегда есть видимая логика, почему тот или иной глагол употребляется именно с таким словом и получает именно такое значение. Кажется, что фразовых глаголов бесконечно много и их просто невозможно запомнить. Но на самом деле все не так страшно. Давайте разбираться. Во-первых, фразовые глаголы нужно учить, как и любые другие новые слова, постепенно и в паре с предлогом. Запомнили, что искать будет to look for? Так и держите в голове эти слова вместе. Во-вторых, иногда можно найти определенную закономерность в употреблении предлогов. Например, вышеупомянутый фразовый глагол Можно поставить в один ряд с фразовыми глаголами Улыбаться кому-то И смеяться над кем-то Эти глаголы объединяет то, что действие направлено на кого-то И с ними употребляется предлог at Она улыбнулась ему Видите, в русском языке предлога нет, а в английском он обязательно нужен Она посмеялась над его шуткой Выделяйте для себя такие связи Например, to look, smile, laugh at someone В-третьих, конечно же, не любой глагол английского языка может быть фразовым В хорошем словаре вы сможете увидеть возможные комбинации фразового глагола с предлогами или наречиями и их значения Например, вот так выглядит информация о фразовом глаголе to look after из словаря Collins If you look after someone or something, you do what is necessary to keep them healthy, safe or in good condition К тому же один и тот же фразовый глагол может иметь сразу несколько значений Сегодня мы увидим парочку таких примеров Конечно же, в формате видео весь объем информации на эту тему охватить невозможно Так что если вам известны другие значения фразового глагола, пишите их под этим видео Думаю, всем будет интересно почитать Сегодня мы разбираем 50 важных фразовых глаголов, которые часто встречаются в английском языке Итак, приступим Просить о чем-то Он никогда не просит помощи Пригласить кого-то на свидание Тебе следует пригласить ее на свидание Преследовать кого-то Стараться заполучить что-то Его преследует полиция Его девушка хочет заполучить его деньги His girlfriend is after his money To be back Возвратиться откуда-то Вернуться I'll be back soon Я скоро вернусь I'll be back soon У этого фразового глагола есть собрать синоним Фразовый глагол To come back I'm glad you came back Я рад, что ты вернулся I'm glad you came back To be away Не присутствовать где-то Отлучиться My boss is away right now Мой начальник сейчас не на месте My boss is away right now To be down Не работать, не функционировать The internet is down Интернет не работает The internet is down To break up Расставаться, расходиться Когда распадается пара They broke up last year Они расстались в прошлом году They broke up last year To call someone back Перезвонить кому-то по телефону I'm busy right now I will call you back Я сейчас занят Я тебе перезвоню I'm busy right now I'll call you back To come from Происходить Быть родом откуда-то Where do you come from? Откуда ты родом? Where do you come from? To come in Заходить внутрь Please come in Пожалуйста, заходите Please come in To count on someone Рассчитывать на кого-то I was counting on you Я рассчитывал на тебя I was counting on you To get off Заканчивать работу Уходить с работы I get off work at five today Я заканчиваю работу в пять сегодня I get off work at five today Ещё один пример What time are you gonna get off tonight? Во сколько ты сегодня заканчиваешь? What time are you gonna get off tonight? To get out Уходить откуда-то We've got to get out of here Нам нужно отсюда выбраться We've got to get out of here To get up Вставать I get up at six every morning Я встаю в шесть каждое утро I get up at six every morning To give up Сдаваться Never give up without a fight Никогда не сдавайся без боя Never give up without a fight Ещё одно значение у фразового глагола To give up Бросать что-то Расставаться с чем-то You should give up smoking Вам следует бросить курить You should give up smoking You have to give up this idea Тебе придётся оставить эту идею You have to give up this idea To go on Продолжать делать что-то Например, рассказывать историю Your story is very interesting Please go on Твой рассказ очень интересен Пожалуйста, продолжай Ещё пример Никто не слушал Но он продолжил петь Ещё одно важное значение Фразового глагола To go on Происходить В этом значении Он обычно употребляется Во времени Continuous What is going on here? Что здесь происходит? What is going on here? To go out Выйти из дома на какое-то мероприятие Проводить время вне дома Are we going out tonight? Мы сегодня идём куда-то? Are we going out tonight? Фразовый глагол To go out Также значит встречаться с кем-то Быть с кем-то в отношениях They have been going out for three years now Они встречаются уже три года They have been going out for three years now To hang on Подождать Hang on a second I'll be right back Подожди секунду Я сейчас вернусь Hang on a second I'll be right back To hang out Проводить время Тусить с кем-то или где-то I like to hang out with you Мне нравится проводить с тобой время Это разговорный фразовый глагол Который значит именно общаться по-дружески В неформальной обстановке Зависать I like to hang out with you To hang up Закончить телефонный разговор Как говорят в русском языке Положить трубку Don't hang up the phone Не клади трубку Don't hang up the phone Ещё один пример He hung up on me Это значит во время разговора со мной Он бросил трубку He hung up on me To find out Узнавать что-то Когда какая-то информация Становится известной I hope he will never find out about this Я надеюсь, что он никогда не узнает об этом I hope he will never find out about this To laugh at someone or something Смеяться над кем-то или чем-то I know it sounds stupid Please don't laugh at me Я знаю, это звучит глупо Пожалуйста, не смейся надо мной I know it sounds stupid Please don't laugh at me To let someone down Подвести Подставить кого-то I will never let you down I promise Я никогда тебя не подведу Я обещаю I will never let you down I promise To let someone in Впускать кого-то He opened the door And let us in Он открыл дверь И впустил нас He opened the door And let us in To let someone out Выпускать кого-то Who let the dog out of the house? Кто выпустил собаку из дома? Who let the dog out of the house? To look at someone or something Смотреть на кого-то или что-то She looked at me and smiled Она посмотрела на меня и улыбнулась She looked at me and smiled To look after someone or something Присматривать за кем-то или чем-то My friend asked me to look after his dog Мой друг попросил меня присмотреть за его собакой My friend asked me to look after his dog To look for someone or something Искать кого-то или что-то She is looking for a perfect wedding dress Она ищет идеальное свадебное платье She is looking for a perfect wedding dress To move in Вселяться, заезжать My new neighbor is moving in next week Мой новый сосед заезжает на следующей неделе My new neighbor is moving in next week Его антоним фразовый глагол To move out Съехать со старого места жительства Переехать в другое место He moved out less than two weeks ago Он съехал меньше двух недель назад He moved out less than two weeks ago To put on Надевать на себя что-то Одежду, головной убор, очки, обувь Put your jacket on It's freezing outside Надень куртку, на улице очень холодно Put your jacket on It's freezing outside To run away Убежать She has never run away from home before Она раньше никогда не убегала из дома She has never run away from home before To run into someone Случайно встретиться Столкнуться с кем-то I ran into my old friend on my way home from work Я случайно встретил своего старого друга По пути с работы домой I ran into my old friend on my way home from work To run out of something Этот фразовый глагол значит, что что-то заканчивается I'm running out of time У меня заканчивается время I'm running out of time To speak up Говорить громко и отчетливо Говорить громче прежнего Could you speak up? I can't hear you very well Не могли бы вы говорить громче? Я не очень хорошо вас слышу Could you speak up? I can't hear you very well To take away Забрать He took away all his things and left Он забрал все свои вещи и ушел He took away all his things and left To take care of someone or something Заботиться о ком-то или о чем-то Присматривать My brother takes care of my house when I'm away Мой брат присматривает за моим домом, когда я уезжаю My brother takes care of my house when I'm away Напишите в комментариях, какой синоним этого фразового глагола мы сегодня уже выучили To take something off Снимать She never takes this ring off Она никогда не снимает это кольцо She never takes this ring off To throw away Выбрасывать He threw away all his old clothes Он выбросил всю свою старую одежду He threw away all his old clothes Слово away можно в этом случае заменить на out Фразовый глагол to throw out Также значит выбрасывать Don't throw out old newspapers Не выбрасывай старые газеты Don't throw out old newspapers To try something on Примерять Can I try this shirt on? Можно примерить эту рубашку? Can I try this shirt on? To turn off Выключить что-то Please turn off your phones Пожалуйста, выключите свои телефоны Please turn off your phones Его антоним фразовый глагол to turn on Включить что-то He turned the lights on Он включил свет He turned the lights on To wait for someone or something Ждать кого-то или чего-то What are you waiting for? Чего ты ждешь? What are you waiting for? Please wait for me Пожалуйста, подожди меня В русском предложении предлога нет А в английском он появляется Please wait for me To wake up Просыпаться I usually wake up at six Я обычно просыпаюсь в шесть I usually wake up at six To work out Заниматься спортом Физическими упражнениями He works out three times a week Он занимается спортом Три раза в неделю He works out three times a week To work out Также значит Разрешить какую-то проблему Найти решение Разобраться в чем-то Don't worry We'll work something out Не переживай Мы что-нибудь придумаем Don't worry We'll work something out To write down Записывать какую-то информацию Please write down my phone number Пожалуйста, запишите мой номер телефона Please write down my phone number Вот такой набор фразовых глаголов у нас сегодня получился Придумайте несколько примеров с самыми сложными для вас глаголами И напишите их в комментариях Я надеюсь, этот урок вам понравился и оказался полезен Если вам будет интересно продолжение с более сложными глаголами Пожалуйста, напишите об этом в комментариях И такой урок обязательно появится на моем канале В описании смотрите ссылки на мой инстаграм и группу вконтакте Где происходит много-много всего интересного С вами был Кирилл Спасибо за внимание Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok